Мы остановились в таком классном месте. Называется парк Масаймара. Здесь все проживают в палатках, но со всеми удобствами. Вон Юрец сидит. Вон люди ходят. Вот там за забором, видимо, живут обслуживающий персонал. Вот это вот рецепшн. То есть тут все прям близко. Здесь все не огорожено, поэтому по вечерам ходить нельзя. Около каждой палатки будет представитель от компании, который на ужин проводит до ресторана, а потом от ресторана до палатки. Ходить здесь вечером нельзя по территории. Только днем до наступления вечера, так как территория не жена не огорожена. Сори. И здесь и парк находится, ну вот этот отель находится прямо в центре парка Масаймара. Поэтому животные здесь могут подойти в любой момент. Ну естественно ближе всего к вечеру, потому что днем они все спят. Жарко очень для них. А вечером могут зайти сюда, на территорию отеля, так как здесь прям рядом есть водоем. То есть все идут к водоему попить. Вот видите, домики тут вот такие в виде палатки везде. Отдыхающих сейчас мало, так как конец сезона. Поэтому здесь где-то 10 американцев. Мы с сердцем вдвоем. Еще какие-то два человека. Не знаю кто они. Сейчас я вас веду в ресторан, где сегодня мы обедали. Местные очень доброжелательные люди. Всегда улыбаются, приветствуют со словом Джамбо. Ну и в ресторан мы с вами заходить не будем. Вот видите, он поздоровался со мной. Хотя мы с ним уже виделись. Здесь будет вечером костер. Вот так выглядит. Ну это для тех, кому будет холодно. Так вот выглядит ресторан снаружи. С другой стороны. Здесь есть небольшой второй этаж. А вот туда... Это уже конец территории отеля. И там вдали уже видны животные. Сейчас мы чуть-чуть пройдемся. Я покажу. Сказали, можно идти. Пока я обедала, сюда приходил какое-то стадо порнокопытных. Сейчас я вам покажу зебр. Немножко темновато, конечно. Здесь тоже вот какая-то беседка. Видимо, здесь по вечерам сидят тоже люди. Может быть, так сказать, для обзора лучшего просмотра животных, которые сюда приходят по вечерам. Вот здесь есть небольшой водоем. Да, он, конечно, совсем небольшой. Вот сюда приходит вечером животное на водопой. А вон там, против солнца, конечно, если вы видите, вон пасутся зебры. Я не знаю, можно ли переходить и стоит ли вообще на ту сторону. Но, наверное, я не пойду. Но зебры сюда ходят. Остальные животные тоже. Территория ограничена, чтобы посетители этого отеля далеко за него не отходили. А то, не дай бог, какая-нибудь кошечка придёт и сожрёт. Здесь много военных или просто людей с автоматами, которые, в случае чего, защитят посетителей этого отеля от нападения животных. Надеюсь, этого не случится. Тут вот небольшой магазинчик. Вот, сейчас мы едем на сафари. Так что сейчас я возвращаюсь к нашей палатке. И мы выдвигаемся. Приедем только к вечеру. Поужинаем. В сопровождении на ужин нас проводит какой-то из работников. Вот. Такие у нас вот приключения. По дороге, когда мы ехали сюда, в Масаймара, ехали через саванну. Около 25 километров. По дороге, естественно, мы видели много разных животных. Так, зебры, гну, антилопы, жирафы, страусы, ну и ещё какие-то там парнокопытные. Красиво здесь такая территория прям. Ну, красиво для Африки. Вот. Останавливались около этих животных, фотографировали их. Но гид нам говорил, что можете не переживать. Завтра мы поедем на крупное сафари. И ой-ой-ой, кажется, дождь надвигается. Почему-то он сказал, что в дождь сафари гораздо круче. Посмотрим. Ну ладно, на этом я прерываю свои обещания. На сафари постараюсь опять что-нибудь поснимать. Всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok